Джек и бобовый стебель Давным-давно жила на свете бедная вдова со своим сыном. Её сын Джек не работал, потому что он был очень ленив. И поэтому у них почти не было денег. Мам, есть у нас что-нибудь поесть? Мам, есть у нас что-нибудь поесть? На пути на базар Джек встретил странного старика. Старик посмотрел на корову, повернулся к Джеку и сказал. Привет, мой мальчик. Если ты отдашь мне эту корову, я дам тебе взамен очень ценную вещь. Джеку стало очень любопытно узнать, что хотел дать ему старик. Старик же достал пять бобовых зёрнышек из мешка. Бобы? Но это волшебные бобы. Конечно, Джек сначала не поверил старику. Но тот продолжал. Послушай, юноша, ты выглядишь хорошим парнем. Возьми эти волшебные бобы. Ты не пожалеешь об этом. Поверь мне. В конце концов, Джек поверил. Забрал бобы и отдал старику взамен корову-белянку. Обрадованный удачным обменом, Джек побежал домой. Мама, посмотри, что я раздобыл. Увидев, как радостно Джек бежит к ней, вдова подумала, что он продал корову за большие деньги. Но когда Джек показал ей волшебные бобы, его мать ужасно разгневалась. Она выбросила бобы в сад и послала Джека в его комнату. Ты будешь сидеть в своей комнате, пока я не разрешу тебе выйти. Никакого ужина! Утром Джек выглянул в окно и не мог поверить своим глазам. Из окна спальни он увидел огромное растение, которое продолжало быстро расти. Это было не дерево. Это был волшебный бобовый стебель. Джек выскочил из окна и запрыгнул прямиком на стебель. Джек стал карабкаться по стеблю вверх. Через некоторое время, добравшись до самого неба, Джек обнаружил, что находится в странном месте, где все было гораздо больше, чем в привычном ему мире. Он увидел усыпанную цветами тропинку, которая вела к огромному дому. Джек подошел к дому и постучал в дверь. Ему открыла огромная великанша. Он спросил стеснительно и с опаской. «Эй, скажите, а не найдется ли у вас чего-нибудь поесть?» «Пожалуй, найдется. Но ты должен исчезнуть, пока мой супруг не вернется, потому что он обожает вкус детишек». Конечно, Джек очень испугался, но он был слишком голоден, чтобы убежать. Как только он уселся за стол и принялся за еду, Джек услышал грубый голос из-за стены. «Фи-фай-фу-фос, дух ребенка чует мой нос, жареный или сырой, попадет в желудок мой». Великанша сказала. «Скорее, прячься в печь, малыш!» Джек спрятался в печи, а великан вошел на кухню и стал принюхиваться. «Я чувствую запах ребенка!» «Ты, наверное, чувствуешь запах мяса, которым я вчера кормила котов!» Как только великан закончил свой ужин, он начал пересчитывать свое золото. Вскоре он устал от этого занятия и уснул. Тогда Джек выскочил из печи, схватил мешочек с золотом и был таков. Он сбросил мешок с золотом к подножью волшебного бобового стебля и быстро спустился по нему следом. Схватив мешок, он забежал домой. Увидев золото, мать Джека очень обрадовалась. С этого дня они забыли о нищете и голоде. Но через несколько месяцев все золото закончилось. Тогда Джек снова взобрался по бобовому стеблю и пришел к дому великанов. Жена великана посмотрела на мальчика с подозрением. «Когда ты был в нашем доме, у нас пропал мешок с золотом». Но она все же пожалела мальчика и разрешила ему войти. Через некоторое время домой вернулся великан. «Фи-фай-фу-фос, дух ребенка чует мой нос. Жареный или сырой попадет в желудок мой». Услышав песню великана, Джек снова прыгнул в печь. Поужинав, великан попросил жену принести ему волшебную курицу. Когда жена принесла ее, он приказал курице снести яичко. И, к удивлению Джека, курочка снесла золотое яичко. И когда великан отправился в свою комнату, чтобы отдохнуть, Джек выскочил из печки, схватил курицу и бросился вон из дома великана и вниз по бобовому стеблю. Благодаря золотым яичкам, Джек и его мать стали богаты. Но через некоторое время Джеку захотелось снова испытать удачу. И он решил снова забраться вверх по бобовому стеблю. На этот раз он пробрался в дом втайне от великанши и спрятался в медном горшке. Через некоторое время великан вернулся домой. Фи-фай-фо-фос, дух ребенка чует мой нос. Жареный или сырой попадет в желудок мой. Великанша решила, что если к ним снова явился Джек, нужно поймать его. «Если тут и есть ребенок, он наверняка в печке». Но Джек на этот раз спрятался в другом месте. Великан и его жена принялись искать его. Но обыскав все углы в доме, они не смогли его найти. После ужина великан взял золотую арфу и приказал ей играть музыку. Арфа заиграла колыбельную, и вскоре великан уснул. В этот миг Джек понял, что ему хочется заполучить эту арфу во что бы то ни стало. Для этого он забрался по ноге великана, прыгнул на стол и побежал к арфе. Но тут случилось нечто непредвиденное. Арфа закричала. «Помогите! Помогите!» Джек спрыгнул со стола, взвалив на себя арфу. Тут гигант проснулся и пустился в погоню за Джеком. Джек начал спускаться по бобовому стеблю так быстро, как только мог. Великан не отставал. Добравшись до дома, Джек крикнул матери. «Мама, скорее неси топор!» Они начали торопливо рубить бобовый стебель. И в конце концов, с огромным грохотом стебель рухнул на землю вместе с великаном. Джек и его мать были спасены. «Слава Богу, мы в безопасности!» Их жизнь наладилась, но Джек очень сожалел обо всем, что натворил. Он едва не лишился жизни из-за своей жадности. Он пообещал матери, что никогда больше не будет красть и будет усердно трудиться. С этого дня Джек и его мать никогда больше не знали бедности. Конечно, у них была курочка, несущая золотые яйца. Но и сам Джек никогда не переставал трудиться на благо своей семьи. Субтитры создавал DimaTorzok